Мы находимся на дав Тетамутбет и быстро повторим о чем была речь. Сказали такую вещь, что сука под деревом она не кошерная, так написано в мишне. И на эту тему сказал Рова, что когда дерево оно густое, то есть там больше тени, чем света, тогда в любом случае это сука не кошерная, когда дерево оно как называется, жидкое такое, то есть там больше света, чем тени, тогда в принципе сука кошерная. Но что мраз спросил, почему сука кошерная? Ремид старый, схахпосор им схахкошер. То есть поскольку здесь тень дает в принципе церув, то есть объединение дерева, веток дерева и схаха, который я положил на суху, получается у меня тень получается от двух составляющих. Одна из них кошерная, другая не кошерная. Называется мит старый схахошу схахпосу. И должна быть не кошерная суха и говорит марабаше хаптан, то есть про что говорит Рова, что это кошерная суха, когда слабое дерево такое жидкое, когда он опустил ветки и перемешал их с основным схахом. Это тоже написано. И мы прочли, начали читать рож. Это рож на самом деле тоже самое пишет, что если в суке достаточно схаха, то есть если сука сама по себе, даже если бы не было сверху дерева, там есть больше тени, чем света, больше цероса, мирова и хамоса. В такой ситуации, в такой ситуации, что мы говорим, что дерево оно нам не мешает. Что дерево оно нам не мешает. Почему дерево оно не мешает? Потому что не мешает, потому что даже убери отсюда дерево, будет нормально. Там привел разные доказательства. Так мы прочли. И доказательства мы разбирали. Сейчас букву КУФ. То есть, значит, мы... КУФ этот самый Курбана тоннель. То есть нас Симан Юдарит ближе к концу, в середине, там, на Дафнон-Тет. Удали в середине примерно. АВАЛ Рабейну Ави Аизри Катабы Шемри Во. То есть Ави Аизри Катабы Шемри Во. И МЛО ХАВТАН АФИЛУ ХАМОИСУ ШЕЛИЛАН МИРУБУ МИЦЕЛЯ ИЛАН. ВА СУКА ЦЕЛОСУ РАБИ ХАМОИСУ ПСУЛО. Что даже если, когда Сука сама по себе, у него больше тени, чем света, а у... наоборот, а у этого самого дерева больше света, чем тени, а у Суки больше тени, чем света, несмотря на это, Сука не кошельная. Почему? ШЕЛИЯ ЦЕЛЬУ МИНА ИЛАН ВЫЛО МИНА СУКА. Потому что тень получается от дерева, а не от Суки. ШЕМ НИ ТАЛЬ СХАХ. А Сука, АКАТЫ ИКО МИЦЕЛЯ ИЛАН. ШЕСЬ ТЫ ЗАБЕРЕШ СУКУ, ОСТАНЕТСЯ ТЕНЬЯ ДЕРЕВ. ЛОШ НА КАДИМ АЙЛАН ВЫЛАН ВЫЛОСУ, НЕ ВАЖДО В КОМ ПОРЯДКЕ ТАМ БЫЛОСУ. КЕВЫШУНУ МАХИН АЛГАБЭЙ АЙЛАН, КАНЕГИТА СХАХА КАШЕР. То этой посуде. Значи, что говорит друг вirdi, словами, которые немножко другими словами, как можно сказать. Говорит следующая идея, у меня есть снизу Сука, а сверху дерево. Я говорю так, что, допустим, та часть с Хак, которая непосредственно находится под ветками дерева, это с Хак, он никакого пользы не приносит. Почему? Потому что без него тоже есть тень То есть этот схах является как бы Устышкой Считается, как будто его нет Или считается, как будто он не кошерный Можно сказать, что он просто Мы не смотрим сейчас Что здесь есть снизу схах, а сверху дерево Говорим, что то, что по дереву, как будто вообще нет Потому что он есть или нет, никакой разницы нет Все равно здесь есть тень Тень чего есть, а это дерево То есть, если есть дерево Есть сука то все плохо. Но что? Даже по везере есть две ситуации, когда будет кошерно. И две ситуации. Есть у нас, допустим, схах, как устроен там, не знаю что. 3 сантиметра лежит доска, 11 сантиметра пусто, 30 сантиметра доска, 11 сантиметра пусто и так далее. А дерево так, что это 1 сантиметр ровно в этой дырке, которая попадает. Тогда нормально, почему-то нормально, потому что да, все равно не на месте. Вторая вещь, когда я себе уберу весь схах, который под непосредственно деревом, все равно останется в суке много схаха, так что останется тени больше, чем схах, в такой остальном везере тоже согласен, что это кошерно. Что это значит? Ну, допустим, с цифрой, скажем, если тень этот самый, дерево дает тени 0,1, а дерево, а сука дает тени 0,9, то в любом случае будет кошерно. Потому что даже если я беру 0,1 из 0,9, не совсем точно, но там все равно будет нормально, все равно будет 0,8 достаточно. А если там этот самый 0,6 и 0,4, соответственно, будет плохо. Почему? Потому что если я беру из 0,6 и 0,4, останется 0,2. Понятно? Если я беру из 0,9 и 0,1, останется 0,8, что нормально. Если договорить, ну, то есть так, пример, чтобы было проще. Значит, так получается, то есть у нас две суги, две, как сказать, два прочтения нашей гоморы и нашей мишны. Это большой спор, то есть как мы смотрим, грубо говоря, как мы смотрим, здесь интересная такая вещь, что есть сука, а над ней что-то висит, над ней что-то есть. Значит, то, что над ней есть, как мы на это дело смотрим. Можно на это смотреть, как смотрит сначала рожь смотрел, то есть как рожь, как то есть смотрит на это. Что-что, пока есть там и то, что сверху этот целесный роман хамус, там будет больше тень, чем все это, то есть называется схах, то у нас проблема два схаха, два схаха это не кашельная вещь. Если же там хиленькое что-то, то все равно, как будто ее и нет, ее есть, мне совершенно не важно. У меня есть сука, то, что над ней мне не касается. Второе мнение, что мы говорим, что схах, который под ним не является схахом, потому что никакой прилияние схаха это вещь, которая защищает меня от солнца. А тут схах. Если у тебя, если у тебя, там есть хиленькое, что-то солнце, то есть, что бутылы нету, бутылы нету, дерева нету. Мне он не мешает, дерево не мешает. Его бутылы нету, что с ним мешает он, есть линия схаха? Он есть, он не построит сука, сука стоит сукошерный, по первому мнению. Все время, пока, пока, если не было бы дерева, все равно было бы кошерный сукат, у того, что дерево есть, оно не мешает. Даже есть там, сукавния 0,6, а сверху 0,4. Большое дерево, два схаха, у нас есть сур, написано, бутылы сукат, в лобусу код. По одной суке, под одним схахом, может быть, не под двумя схахами. Здравствуйте. Ахиленькое, это называется схах. Это больше следа, чем теле. Схах, это вещь, которая дает тень. Слово, сахах, охраняет, охраняет, это самое схах, а приедение схах, это вещь, которая дает тень. То есть, как бы, так мы это здесь видим. Что такое схах, дает тень, значит, если больше тени, чем света, то это называется схах. Если меньше, больше всего. А почему ты не смотришь, так, если у тебя там вещи, которые не было бы лого схах, То же самое, так же смотрю. Точно так же смотрю. То же самое, смотришь, еще раз. В какой ситуации, еще раз, давай смотреть. Сахах есть кусок крыши. Ну. Есть кусок крыши, крыша, это там больше тени, чем света. Значит, в этот момент это называется схах, в этом моменте под крышей это называется два схаха. В другой части суки, это саха. Потому что крыша, это больше, чем тени, чем света. Крыша, это Moses. Ствожная вещь. Я говорю, что не на masse сука, а на полски есть крыша. Раз, это называется пол, это ползу, это не кошерное схаха. Потому что здесь схах, под схахом. Если крыша, говоришь на пол сукеров сохраняется есть там лежит какая-то решетка такая которая повесили допустим решетку такую как забор не знаешь что будет кашем по то 100 будет кашем все время пока там больше света чем тени это будет кашем повезли это будет некая шарная ситуация когда не высоким и что низко нет саха это еще раз к слову саха саха эта вещь которая не от чего-то охраняет есть она сказать сука должна быть горный егип но саха может быть из чего угодно слова саха она вызначает слова со слой сахах означает защищать а повлияет то есть называется то значит это мы как-то разобрали два здесь два мнения потом еще надел вернемся здесь много чего интересных вопросов есть вокруг вокруг этого давайте может немножко продолжим гмору потому что здесь то может вернемся на эти вопросы если интересующие значит дальше говорит мара сукал габа и сука то есть мы учили что наши вещи написано что если две суки одна на другой то нижняя посоль на верхние кошерные почему сейчас увидим там работа на высу код тишу написано сидите в кущах не знаю как в шалашах сукот в лобу сука же так а то сука в лобу сука же так а то и боится отсюда мы знаем что нужно сидит только под одним сахом они бы двумя сахами то есть я свои суки которая под сукой я с и суки которая под деревом я свои суки которые под домом почему то что есть называется два саха спрашивает мара адраба высоко тарты машма сукот нужно двух сесть скажи на брошу уже делал такую суху что было два саха без того сукот вам равна мара адраба высоко тктив написано без вава написано без вава зачем написано без вава это множество обычно писалось сказать сказать что мы идем за за что уже здесь только один а не два почему если не говорим о высоко сейчас не будем забирать говорит то есть это то что мы сказали то есть раса косу теперь я немножко как сказать хулиган я спрашиваю вопрос который не очень знаю ответ мы скажем что есть раса косу когда есть два саха все плохо что такое сах когда-то больше тени чем света когда мечте не надо с патос в эту хорошую вещь очень понятно что принципе есть есть две суки если нет где раса косу весьма нижняя сука кошерная тоже сверху мне не мешает камера и за счет сверху я построил если бы не было то послуга я построил бы суку в доме чем это плохо не сука которая замечает исхак который в принципе может давать тень я в ней могу сеять и все пришел не послушать не не это и плохо почему-то 620 а а что надо нижняя сделал лишь малыш или шамицу гантов зараями что рот карная как можно разбирали шамиц вы там уже хорошо я сделаю шамица в доме суху замечательно под крышей все замечает если мне не было этого послуга который стиха которым часто люди было все замечательно почему все замечательно почему нет я суха который есть вырастал в этом воздухе было много тени восемь девять все замечательно с крыши сверху как кого нам мешает пускай там стоит я сделал суха чтобы быть пиццу зашел с не сделал битву как быть сама и кобицырию все замечательно по авиазре у меня возникает вопрос зачем нужен нет пасук равня проблема что суха который так говорит свора что поскольку у меня есть никакого есть вычет паталюшного решения жидкое дерево стоит такое является двумя сахами но что сах поднимут не является как очень нужно что завезли понял что сказал должен быть такой который хотя бы теоретически может давать тень а есть над ними есть еще какая-то вещь тут не называется сах то есть сах не кошель поэтому под если построил в доме суху она и кошельная являться не может может являться потому что крыша дома она закрывает сах она это сахма не может давать тени даже как в деле мы говорим что то что та часть сах которые под ветками дерева она является как бы не кошельным сахом она не причисляется не это сам не засчитывается потому что она даже без него все равно есть тень то же самое сухой под домом когда построил суху в доме очевидно что это будет не кошельная суха не нужно никакого стиха для этого если построю суху под дерево который больше тени чем света как мы сказали в самом начале очевидно что суха будет не кошельным без всякого по суку почему потому что я говорю что тень это самый сах который от суки он не дает никакой тени поскольку сверху стоит дерево то но дает уже тени и соответственно сах которыми стоит под деревом никакого добавлявки не добавление не дает не нужно никого поскольку юридиков стиха это вопрос немножко такой интересный и бы до как я не знаю сколько современно была такая мысль не знаю сколько она правильно что иных нами для этого не нужно никакого стиха зачем ура бредла стиха про сухо под сухой что если сделал два сыха стоящих которых оба кошерной сами себе здесь нужно сказать специальный посыл сказать что это не кошел Steam потому что есть нивил посылка склашет и кошерное камера еще ниже сч Oppa не дается этот верхней дается цветов тоже хороший краях для этого нужно искать стих с dice камеры что это посука не кошельные нижний потому что потока прочь посукой посука то благо сукой нужно れшь сама послables томой стихе высокоն celebrating его нев prosecutor сети дехографа Дерахагов уже брать привела еще под дом и под деревом, хотя действительно для этого не нужно никакого как асмахты, не знаю что, как намек, как не знаю что, но на самом деле для этого не нужно никакого стиха. А вот сука под суку, а для этого нужно посук. Почему? Потому что какая проблема, что нижняя тень не дает, верхняя дает тень. Сколько верхней кошерной, нижней кошерной. Я подумал, что здесь кошерная, жить в нижней суке. На этом пришла мне сказать посук, что нет, в нижней суке жить нельзя, это не кошерная сука, потому что написано в флоре Басукот, в кучах сидите, написано таким образом, что оттуда слышится, что это единственное число, под одним сахом, а не под двумя сахами. Дерахагов брать привела еще нельзя под домом делать, под крышей делать, нельзя под деревом делать, хотя для этого действительно не нужно никакого посука, не нужно стиха. А патосус, это вещь, которая нужна, патосус, порошу, это вещь, которую необходимо сказать, потому что под домом тоже, если бы не было этого стиха, была бы сука не кошерная, не свор, не мисвор, была бы сука не кошерная, если бы не была бы сука, потому что она политически дает тень. Давай здесь сегодня остановимся. Если человек сидит в кошерной суке, с одним сахом, нельзя мыть с собой над головой, например, жанть. Будем разбираться, будем разбираться, это уже другая вещь, это то и дьма всех. Оиль мафсик, это будем разбираться, это гмара, длинная гмара на эту тему, это вещь, это оиль мафсик. Что митцадо, ой, я бы митцадсхаха филон. Митцадсхаха, это вопрос, да. Это вещь, который он кошерный. Совершенно верно, вещь, которая оиль, да. Давайте смотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова